Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда Робочей Академии и Ленинградского интернет-телевидения. Мы сегодня будем говорить, у нас сегодня семинар, сегодня будем говорить об истории и теории советов. Зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич, я кандидат технических наук. К сегодняшнему семинару было предложено некое количество вопросов, 6 вопросов. Я получил и проверил порядка 30 работ. Вот, все товарищи, которые прислали свои работы, получили положительную оценку, то есть, либо получили зачет, либо зачет с замечаниями. Соответственно, мы разберем, какие типичные ошибки были допущены в ответах чуть позже. А сейчас давайте, по традиции, дадим слово присутствующим мощно товарищам выступить и ответить на вопросы, которые были предложены к семинару. Кто хочет, пожалуйста, давайте. Здравствуйте, меня зовут Александра Бегунова. У меня будет ответ на первый вопрос, а именно демократия как форма государства. Вообще демократия это форма политической организации общества, где народ признан источником власти. И он участвует в государственных делах, наделен широкими свободами и правами. Вот, если говорить о том, как воспринимается демократия в марксизме и ленинизме, то она неразрывно связана с базисом, а именно с материальными условиями жизни общества. Вот смотрите, вы как-то разделяете, у вас получается что-то в марксизме и ленинизме понимается под демократией, это как будто бы какой-то плюрализм мнений получается. Есть вот демократия, это власть народа, причем там народ участвует в чем-то и так далее. А есть марксистское понимание? Да, все верно. Мы как бы говорим о плюрализме мнений здесь, то есть можно так, можно иначе? Нет, дело в том, что сама демократия меняется в зависимости от общественной экономической формации. Меняется базис, меняется демократия. У нас все понятия, они развиваются и появляется своя специфика. В рабовладельческом обществе своя демократия, об этом вот расскажет мой товарищ. В буржуазном обществе своя демократия со своими особенностями. Вообще, если говорить, то это власть народа. Это неправильно. Демократия это не власть народа. Что значит власть? Ну это вот нам пытаются представить таким образом, что демократия это как будто власть народа. Во-первых, что такое народ? В разных обществах под народом можно понимать разное. И вообще разные классы понимают под народом разное. Поэтому демократия говорит, что это власть народа, это вот такое обывательское понимание демократии. Я думаю, что здесь вообще в вопросе такая заложена бомба замедленного действия в некотором смысле. Если я больше расскажу, я лучше раскрою тему. Ну, так смотрите, вы говорите, демократия – это власть народа. Но это неправильно. Это неправильно. То есть, это не марксистское понимание демократии. Вот марксистское понимание демократии следует из какой работы? Работа, где раскрыто понимание демократии. И где как раз сказано, что никакой демократии просто не может быть. Никакой нет демократии вообще. В ленинской работе «Государство-революция» это он там разбирает. Или в работе, и дальше в работе «Пролетарская революция» и «Ренингад Каутский». Он разбирает этот вопрос и прямо пишет, что никакой не может быть демократии. Вот словечко «демократия» вообще – это ненаучное понятие. Вот просто «демократия как таковая» – это ненаучное понятие, потому что демократии вообще не бывает. Поэтому надо говорить о конкретных демократиях. И вот здесь надо сказать, что бывают демократии различные. Какие они бывают? Какие известны демократии в истории? Ну, например, я хотела сейчас сказать о буржуазной демократии. Да, вот так нет. Вы сначала назовите, какие демократии в истории известны. Их немного. Ну, демократия в рабовладельческом обществе. Например, в Греции она была. Давайте перечислим. Итак, из истории знают рабовладельческую демократию. А до рабовладельческого общества первобытная общинная демократия была? Не знаю. Первобытная общинная демократия? Непонятно, что это такое. Ну, вот я читала, что она там была. Первобытная общинная... Смотрите, демократия, если мы говорим, что это форма государства, первобытного общинного государства не было. А также демократия – это форма политической организации общества. Это и форма государства, и политическая организация общества. Следовательно, она могла существовать просто в своей... Нет. Демократия относится именно к государству. И как раз есть различные государства, существуют в различных формах. К некоторым государствам определенным свойственна демократическая форма государства. И эти государства, рабовладельческая, как Вы правильно сказали, при первобытном общинном строе, государства нету никакого. Государство появляется при разложении первобытного общинного строя и появлении рабовладения. Только в этот момент оно появляется. Никакой демократии до... Что за демократия в первобытном общинном строе? Это что там, кто-то голосовал, что ли, или как-то избирал кого-то? Ничего там такого не было. В том числе я читала в Большой советской энциклопедии на эту тему, что элементы демократии в первобытном общинном строе тоже существуют. Опять, мы берем демократию как некая абстрактная категория. Демократии как абстрактной категории не существует. То есть, если мы говорим, что есть первобытная общинная демократия, что это такое? Это значит, что это должна быть форма первобытного общинного государства. Все. Политической организации общества. Там никакой политики не было. Политика это что такое? Политика что такое? Политика это форма выражения экономических... Сейчас скажу. Политика это классовая борьба. По поводу государства. Политика возникает, когда появляется государство. Политика это классовая борьба за удержание, осуществление и захват государственной власти. Поэтому, когда вы говорите, что это элемент политики первобытного общинного строя, там никакой политики не было, потому что там не было классов и не было государства. Поэтому в первобытном общинном строе демократии никакой не было, и это не относится к категории, не относится к первобытному общинному строю. Давайте рабовладельческая демократия. Так, какая еще демократия известна? Буржуазная демократия. Буржуазная демократия. А вот если мы говорим, что просто демократия это форма любого государства, то это вообще тоже не совсем правильно. Потому что, например, феодальной демократии не то чтобы известна. Я не знаю таких форм. То есть, демократия феодальная неизвестна исторически. Она не появилась исторически. Ее мы не знаем. Так, буржуазная демократия. Какая еще бывает демократия? Социалистическая демократия. Социалистическая демократия. Собственно, что я хотела сказать дальше, что демократия, она связана с материальными условиями жизни и классовой структурой общества. И поэтому демократия, как историческое явление, меняется по мере развития общества и смены общественно-экономических формаций. Поэтому мы говорим с вами о разных демократиях как раз таки. Это правильно. Вот. В классовом обществе демократия выражает диктатуру правящего класса. И так как мы живем... Он не выражает. В классовом государстве демократия, скажем, в буржуазном государстве, это форма, в которой выступает диктатура господствующего класса. То есть демократия это форма... У государства есть сущность, это диктатура непосредственно господствующего класса. Она проявляется в различной форме, может проявляться в различной форме. Например, в демократической форме. Вот буржуазная демократия, пожалуйста, в такой форме проявляется диктатура господствующего класса. Вот, собственно, и так как мы сейчас с вами живем при экономической системе капитализма, то у нас и демократия, собственно, буржуазная. Вообще, в чем отличие демократии, скажем, от авторитарной системы? Это подчинение меньшинства большинству, равноправие, ну как это заявляется. Это политические права и свободы. Это выборность основных органов государства. Мы вот тоже, да, участвуем с вами в выборах. И верховенство закона, и другие некоторые положения. Но это вы говорите о буржуазной демократии. Я сейчас говорю о демократии, в принципе, я сейчас говорю об отличии демократии, в принципе, от других систем, от других форм. Ну, хорошо, демократия, ну, хорошо, да, так, ну, можно так сказать, наверное, да. Вот, дальше мы переходим к буржуазной демократии. Собственно, у нас сейчас при эксплуататорском обществе наиболее развитый тип, это, собственно, в форме демократии проявляется диктатура капиталистов. Собственно, и мы можем с вами наблюдать противоречия, которые возникают между номинальной властью народа, которая заявляется, и реальным господством капиталистов. Все мы это можем с вами на практике наблюдать, да, что заявляется, что все мы равны, и перед законом мы тоже равны, но на практике все совсем не так. И даже при учете выборности у нас она довольно-таки эффективна, эта система. Вот, и все институты буржуазной демократии... Ну, в целом, на самом деле, можно считать, что мы равны перед законом. Понятное дело, что в конкретном случае тот, у кого есть, так сказать, деньги, и тот, кто идет, например, в суд, у него будут преимущества, но они будут, потому что у него будут хорошие адвокаты и так далее. Но в целом, равенство перед законом, оно никак не противоречит буржуазной демократии. Вот, вот, настоящего равенства перед законом. Вот, все равны перед законом, буржуазная демократия, вот, прекрасно, отлично, вот, все должны быть равны перед законом. И буржуазная демократия прямо, так сказать, постулирует, что все равны перед законом. Только вопрос в том, кто эти законы пишет. Да, я хотел даже сказать, что сам по себе закон – это воля господствующего класса, и поэтому мы получаем законы, которые работают не в пользу трудящихся, а в пользу господствующего класса. Так, это вот одна из форм проявления, вот такой, как бы, по форме демократического проявления, да, на самом деле диктатура господствующего класса, в данном случае буржуазия. А как еще при помощи буржуазной демократии происходит, ну, буржуазия обеспечивает свое господство? Ну, если мы говорим о выборных органах… Да, вот давайте о них и поговорим, да. Ну, собственно, там не находятся в основном трудящиеся, там находятся люди, у которых есть, скажем, капитал. Ну, либо, либо это напрямую люди, ну, капиталисты, да, буржуа, да, либо, либо это кто? Представители капитала, ну, не капиталисты. Да, там могут попадать и люди, которые, в принципе-то, капиталом не обладают никаким. Это… И есть что-то для него интереса. Да, главное, что они все равно будут выражать волю господствующего класса. Так, более того, даже если сюда рабочие будут попадать, они все равно там будут обеспечивать волю господствующего класса. Потому что там все организовано таким образом, чтобы эта воля господствующего класса проявлялась. А как вот выборность сама, как вот при буржуазной демократии, при парламентаризме обеспечивается то, что действительно выбираются на правящие должности, выборные должности, в общем, в основном люди, имеющие капитал, либо которых капитал какие-то другие люди с капиталом поддерживают. Как это обеспечивается? Потому что других кандидатов нет, они в основном только… Так нет. Мы все время слышим, выходят эти там, вот там, там, рабочую тут хотели в президенты выдвинуть. Ну и как, выдвинули? Ну нет. Ну вот, а почему это происходит-то? Выдвигать-то можно, выдвигать, пожалуйста, вы можете пойти выдвинуться, вам никто не мешает. И законно вы можете пойти, если мы даже отбросим, если мы даже отбросим тот факт, что там вам расскажут, что у вас бюллетени не так подписаны, что там вы не там их подписали, не тогда принесли, не туда, все равно, даже вот если все мы это отбросим, все равно есть еще основной, это какая, так сказать, предел, который ставит буржуазия при парламентаризме. Ну там же должно быть определенный… Скажите нам. Ну, наверное, потому что выборы организовываются по территориальному приводу. Так, отлично, и что? Ну, соответственно, территории в первую очередь будет выбираться тот, который имеет соответствующие ресурсы. А почему? Объясните. Ну, потому что рабочий, если он выдвинется, который будет неизвестен, ну понятно, что… Вот тут самое ключевое, он будет неизвестным. На территории мы, на самом деле, вот при… мы друг друга не знаем. Вот вы видите, выйти в соседнюю там, на соседней площадке… Чем не работают? Вы не будете знать никого там, в основном. Люди, так сказать, общаются где? На работе, где-то там в кружках по интересам, а на территории люди общаются мало. Ну, даже если вы знаете своих соседей, то это только соседи. А так, если говорить о больших территориях, значит, кто будет побеждать? Тот, кто известен. Как он это обеспечивает? Средствами массовой информации. Или, да, средствами массовой информации, наймом, так сказать, рекламы, расклеиванием листовок, баннеры, везде развешанные, да, по телевизору рассказы о том, какой хороший наш кандидат и так далее. А это обеспечивается исключительно за счет финансов, наличия денежных средств. Все, вот вам, пожалуйста, у нас все равны перед законом. Вы можете прийти, так сказать, свою кандидатуру подать, я могу прийти. Но выиграет все равно представитель буржуазии, потому что он наймет людей специальных, которые ваши и мои, так сказать, листовки будут срывать еще. А у нас с вами денежек не очень, так сказать, чтобы очень много, поэтому мы, скорее всего, и проиграем. Но, опять же, даже если мы не проиграем, там-то все представители, они как бы специально подобраны, они туда не случайно попали. Ну и что мы там будем точно так же просто статистами голосовать за законы, которые предлагают господствующий класс. Вот и все. Вот, еще хотелось отметить, что все-таки при демократии, например, в отличие от авторитаризма, все-таки больше свобод и у людей, и больше прав. То есть, все-таки это более прогрессивная форма, считается. Ну, давайте поговорим. Это вы хорошо заметили, действительно, что мы как бы только что поругали буржуазную демократию, но надо ее похвалить с другой стороны. Почему? Больше прав, чем это хорошо. Почему? Ну и почему прав больше? Ну, во-первых, как я уже говорила, о верховенстве законов, потому что все равны, да? Да, вот именно. Есть выборность. Да, есть выборность. Сменяемость. Все-таки вас потащат, вас не сразу же за какое-то серьезное выступление, так сказать, расстреляют на площади, а еще потащат. Будет адвокат, судья и, так сказать, пройдут. Как говорил товарищ Сухов, в этом случае лучше, конечно, помучатся. Вот это вот уж точно. Так что здесь есть некоторые этапы, которые надо пройти в буржуазном машине, вот этой репрессивной машине, государственной машине, чтобы вас привлечь к ответственности какой-то за какие-то проступки с точки зрения этого государства. Ну, вот точно так же, например, именно ведь буржуазная демократия дает сейчас всем трудящимся трудовой кодекс и возможность устраивать забастовки. Это же ведь тоже элемент буржуазной демократии. Да, это тоже права. Не только парламентаризм, это ведь права, которые выданы в сфере трудового законодательства. Так что в этом смысле, конечно, буржуазная демократия, это очень прогрессивно, во-первых, и, в общем, это лучше, чем другие формы государства. Какие другие формы, например, буржуазного государства известны? Как монархия? Ну, монархия, да, вы на Великобританию намекаете. Но вообще говоря, это музей под открытым небом. Там ничего этот монарх не решает. Там, конечно, они там какие-то большие, это большие, монархическая семья, это большие землевладельцы там, как я понимаю, они имеют капитал, но это как бы какие-то крупные капиталисты. В общем, в основном, это как бы, ну, там эту королеву любят, там и эти, в Великобритании любят, и на нее просто ходят смотреть. Ничего она там особенно не решает, все равно решает класс буржуазии. Ну, можно сказать, что пускай монархия, да, а еще что? Ну, вот авторитарная система. Ну, авторитарная, да что такое? Вот какое, например, что имеете в виду? Ну, какое государство, я не скажу, как так оно устроено. В основном сейчас все демократические, большая часть. Все, да не все, да. Большая часть. Ну, вот у нас есть одно государство точно, которое внутри себя демократическое, а наружу оно совсем не демократическое. Это про США? Да, про Соединенные Штаты Америки, я говорю. Есть, вот смотрите, значит, вы сказали, что сущность государства это диктатура господствующего класса. Она может быть прикрыта вот этими демократическими листом демократии, как бы выборность, законность и так далее. А может так оказаться, что этот демократический листок, он как бы сметается, и класс господствующий обеспечивает прямую диктатуру. Ну, вот он прямо, вот прямо от своей диктатуру заявляет, так сказать, считает, что не нужно использовать никакие там парламентские методы и так далее. Не нужно дурить людям голову. Надо прямо обеспечивать свою диктатуру, как это называется. И такое у нас государство было не одно в середине прошлого века. Не боимся мы сейчас с таким государством. Украинский или ризунский? Фашизм это называется. Да, фашизм. Это одна из форм буржуазного государства. Соответственно, ну, скажем, на Украине тоже сейчас имеет место фашизм, только он не украинский, а американский. Ну, и там эти марионетки, там они вообще просто прямые куклы, которыми управляют из Соединенных Штатов. Вот, пожалуйста, это никакой там вам демократии, выборов президента нету, ничего как бы нету, все прекрасно. Прямое господство крупного финансового капитала, и причем не из этой страны даже, а из-за океана. Вот, и чем хотелось бы закончить, что, собственно, чем будет отличаться социалистическая демократия, это соответствием форме и содержания. То есть, если это подчинение меньшинства большинству, то это реальное подчинение меньшинства большинству, это действительно равноправие, это реальные права и свободы, это реальная выборность и действительное верховенство закона. Я все. Спасибо. Садитесь. Ну, вот здесь я все-таки тоже хотел прокомментировать, что соответствие формы и содержания, в общем, вообще говоря, буржуазная демократия вполне соответствует сущности, ну, то есть, имеет место соответствие диктатуры буржуазии и буржуазной демократии. Никакого здесь несоответствия я лично не вижу. Я больше ничего не вижу, я вам сказал, что снаружи это одно, а... Если вы рассматриваете демократию как некую, опять, некую оторванную категорию, ее так рассматривать нельзя. Если мы говорим про конкретно буржуазную демократию, она вот такая. Никакой другой буржуазной демократии не бывает. Поэтому можно говорить, что несоответствие формы и сущности происходит как раз при том, когда форма фашистская. И господа буржуи, в общем-то, поняли, что у себя там особо долго фашизм держать не очень хорошо. В том числе, поэтому в Соединенных Штатах Америки и внутри страны там фашизма, они особенно фашистские методы не используют. У них там благолепие и буржуазная демократия, все соответствует, так сказать, форме сущности. Другое дело, что если мы говорим о социалистической демократии, там действительно есть, она обеспечивает господство большинства над меньшинством. Это правильно. Так, давайте пойдем дальше. Кто еще хочет выступить? Да, давайте. Карнов Павел, хотел бы осветить вопрос о рабовладельческой демократии, как где-то диктатура. Так, давайте, да. Да, может быть мой ответ не настолько обширный, как кто-то изучил. Да, мы найдем, о чем поговорить. Да, ну что, рабовладельское государство, первое государство в истории человечества, которое появилось, и здесь надо начать с того, что такое эксплуатация, потому что она появилась благодаря эксплуатации. То есть просвоение чужого труда, это и есть эксплуатация. И если мы говорим про рабовладельческое государство... А как это, ну вот как, так сказать, механику можете раскрыть, как это появилось? Ну вот как, что такое разложение, вот мы говорим о разложении первобытно-общинного строя, что это такое, что мы имеем в виду в этом смысле? Так, ну, давайте. Ну, как раньше было, если какие-то крупные племена захватывали другие, то они убивали тех, ну потому что их было не прокормить, прибавочного продукта не было, им хватало только для того, чтобы прокормить себя. Как только появилось производящее хозяйство, а не присваивающее, то тогда появилась возможность производить прибавочный продукт, его отчуждать и накапливать. И в этом отношении уже нужны были рабы. Они были как более прогрессивны. Ну, это естественный шаг, как бы, да, только не производящее, я не очень понял, производящее хозяйство, вы имеете в виду, в каком смысле производящее хозяйство? Ну, когда люди стали... Производительность труда стала, выросла настолько, что вы, когда участвуете в общественном производстве, вы не только производите продукт, который обеспечивает вашу жизнедеятельность, но еще какой-то сверх этого продукта. И вот в этот момент, действительно, когда племена сталкивались друг с другом, вы того, кого там победили непосредственно, как бы раньше убивали просто, а сейчас этого человека можно обратить в раба, сделать его говорящим орудием и просто вот ту дельту прибавочного продукта с него снимать. Ну, и как бы, если эта дельта окажется больше единицы, то вообще уже делать ничего не надо. Так, значит, мы разобрались, вот таким образом появляется... Подождите, а можно ли только просто, ну, у меня есть план ответа, немножко вывели просто в сторону и сейчас... Давайте идти как-то вот у нас... Сейчас у нас разложилась первобытная община... Да, у нас появился класс рабов и класс... Государство-то как появляется? Пока у нас по два класса появляется, так... Государство появляется тогда, когда есть противоречия в классах, между классами. А как вот механика, механика это, что вот, ну вот я рабовладелец там... Я хочу от вас убежать, вы должны меня, соответственно, держать... Соответственно, вам нужно создать какой-то аппарат или машину, которая будет обеспечивать, во-первых, убежать от меня как раба, а во-вторых, которая будет проводить ваши интересы. Ну, только не мои интересы, а класса, да, то есть я должен как-то договориться с такими же, с другими рабовладельцами и как-то мы должны организовать эту машину насилия. На самом деле, вот если там внимательно почитать Энгельса того же, он объясняет, и нам вот товарищ Казенов это объяснял неоднократно, что на самом деле это просто, так сказать, крепкие ребята приходили на определенную территорию. Там всех, кто не мог с оружием в руках им противостоять, они, ну, тех, кто мог, они убивали, тех, кто не мог, они превращали в рабов. И уже, так сказать, все у нас готово. У нас какая-то дружина там, да, мы там, ну, какие-то есть орудия, оружие какое-то, и мы уже непосредственно все, мы, так сказать, установили нашу власть здесь. Все, кого-то там плетьми бьем, кого-то там этой пикой колем и так далее. Вот, поэтому, ну, как бы уже все сложилось. Теперь, ну, мы тут внутри договоримся, кому сколько рабов и как... Говорится внутри себя, потому что как раз создаются нормы, законы, правила, как мы будем, собственно, этими рабами управлять и как мы будем осуществлять свое, скажем так, правление власти. Нормы и правила, которые устанавливает господствующий класс, это и есть закон. Правило определяется как возведение в закон воли господствующего класса. Сейчас, нормы и правила, как еще раз еще раз? Нормы и правила, которые устанавливает господствующий класс, это и есть закон. А вот это не так. Нет, не так. Смотрите, вот смотрите, давайте тут, я вам приведу пример из современной жизни. Вы машину водите? Конечно. Вы знаете, что у нас есть закон, который не запрещает нарушать скоростной режим? Есть. А вот вы знаете, что там есть такая дельта, за которую в законе, в правилах дорожного движения написано, что нельзя превышать скорость вообще. А при этом на самом деле на 20 км в час превышать можно. И вот это законом не является. То есть на самом деле, если исходить из определения закона, закон это такая норма, выполнение которой контролируется силовой машиной государства. То есть есть принуждение, вас принуждает государство выполнять эту норму. Вот это нарушение, если вы нарушаете скорость меньше 20 км в час, фактически государственная машина силовая не запускается против вас. Поэтому это не закон. Вот когда говорят, что у нас по закону в городе можно 60 км в час ездить, это не так. По закону у нас 80 км в час можно ездить. Именно по закону в том смысле, ну как бы в научном смысле этого понимания. Итак, закон это такая норма, выполнение которой контролируется силовой машиной государства. Вот вы ее нарушите и к вам придут, ну в среднем так сказать, да, понятно, что где-то вы можете уклониться, увильнуть, но в среднем к вам придет государственная машина и вас покарает за это. Вот это называется законом. Хорошо. Один из способов подъема денег у населения. Не понял, к чему вы это сказали. Тот же ПДД, машина стоит в неположное время, в неположенном месте. Все в роли договариваемся, уезжаем, а приходит все равно закон. Ну хорошо, вот вам штраф приходит по закону. Вы нарушили конкретно какое-то, да, в том числе, ну в том числе, как сказать, казну надо пополнять. Ну а воля господствующего класса, возведенная в закон, это есть, ну право. Да, это правильно. Все закончить, это логическую цепочку. Ну как вы уже сказали, то есть при рабовладении уже сложилась определенная система правил норм, с помощью которого господствующий класс управляет эксплуатированным классом. И если мы будем рассуждать по поводу термина рабовладельческая демократия, то здесь нужно рассмотреть, а что само вообще общество представляло на тот момент, из чего оно состояло, и можно выделить три таких класса. Первое, это сами рабовладельцы, второе, это соответственно рабы, и был промежуточный такой класс. Ну это ошибка. Класса в рабовладельстве на общество два. Вы сейчас скажете про свободных людей. Они не были классом отдельным. Ну это как вот сейчас у нас есть три класса, а куда там спорят, куда отнести там этих программистов тех самых. Ну это в этом, они принадлежат границы между классами. Но класса, в политико-экономическом смысле класса только два. Рабовладельцы и рабы. Но это не значит, что если каждый из членов общества обязательно принадлежит тому или иному классу. Это граница просто. И кстати, вот в ответах тоже я такое видел, что мол, как будто бы рабовладельческая демократия обеспечивала интересы рабовладельцев и вот этих свободных людей. Да никаких свободных людей, там их интересы, никому их не интересно были. Если у вас рабов нет, то чего вы можете, свободный человек? Проходите дальше. Только подождите, я тогда что-то, я тут уже своего ответа сбился. Я хотел сказать о том, что как раз подчинение меньшинства этих свободных людей, большинству, которые представляют собой рабовладельцы, это собственно и есть демократия при рабовладении. Значит, еще раз, рабовладельцы государства, как государство должно, что такое, давайте вот еще раз повторим, что такое государство. Мы, кстати, это не сказали, мы не сказали, мы не сказали, давайте вот проговорим это, чтобы у нас было понятно, мы зафиксируем, что такое государство. Государство – это инструмент насилия эксплуатирующего класса, эксплуатируемого. Так это как-то, ну, формально, наверное, правильно, значит, государство – это аппарат насилия, который применяет класс эксплуататоров для подавления класса эксплуатируемых. Вот это такой аппарат. Теперь в рабовладельском обществе, кто у нас класс эксплуататоров, кто эксплуатируемый? То есть, рабовладельцы-эксплуататоры, эксплуатируемые рабы. Отлично, значит, рабы применяют вот эту вот мощь своего государства против, рабовладельцы применяют против рабов. Ну, а там эти свободные граждане, они ничего не решают, ну, так сказать, они… Ну, они, соответственно, должны подчиниться воле господствующего класса. Ну, они подчиняются воле господствующего класса, естественно. Ну, так вот это тогда и получается, демократия, что и эксплуатируемые, и неэксплуатируемые подчиняются… Но задача все-таки государства рабовладельческого, чтобы рабов держать в узде, а не этих свободных граждан. К свободным гражданам вопросов нет. С них какой можно прибавочный продукт-то поиметь? Никакой. Ну, вот, поэтому эксплуатация их есть? Нету. Да нету, в общем, вообще говоря. Ну, да. Может быть, какие-то формы, так сказать, легкой эксплуатации там имеются, но в целом там надо разбираться, чем эти свободные граждане занимаются. Если такие перемесленники, то они участвуют в таком стороннем товарообмене, который при владении вполне мог существовать. Но основная масса продукта производится рабами. Рабами эксплуатированы. Да. Поэтому, как бы, все хорошо. Государство, вот, главная задача государства – держать в узде рабов, чтобы там, так сказать, спартаки не бегали, не устраивали нехорошее. А при чем здесь тогда, получается, демократия-то при этом классе? Ну, и вот в рабовладельческой демократии так просто исторически сложилось. Как бы, как раз это к вопросу о власти народа. В рабовладельческой демократии они выставляли все таким образом, что народом назывались рабовладельцы и вот эти свободные граждане и вольные. А, так сказать, ну, они просто этих рабов за людей даже не считали. То есть, естественно, как можно их отнести? Ну, у вас просто говорящие орудия. Корова, вот вы корову будете относить к народу? Нет, конечно. Ну, это именно такое понимание рабов было, что это. Ну, просто вот корова, так сказать, ну, просто говорящая. Ну, вот, как бы, ничего тут, как бы, связанного с человеком нету. Ну, Бог так захотел просто. Да, вот, как бы, и все. Ну, естественно, нет, это понятно, что, естественно, Бог, ну, а кто еще так захотел? Боги. Понятно, что, так сказать, все, на все воли, воля Божья, да. Понятное дело. Соответственно, что мы делаем, какой вывод, что термин демократия, как таковой-то, он относится именно к классу, к правящему классу, который осуществляет свое абсолютное господство. И все-таки я настаиваю, что термин демократия надо рассматривать конкретно, то есть применительно к той демократии, которую мы рассматриваем. Если мы говорим о рабовладельческой демократии, то и термин не просто демократия, а это рабовладельческая демократия. У нее есть свои свойства, вот исторические свойства, относящиеся к тому, что вот народом называются рабовладельцы и вольные, свободные граждане. А рабы, вот они не являются людьми. И в этом смысле это народовластие. Вполне себе народовластие. Правильно, а власть, которая не стеснялась никакими законами, это есть диктатура. Поэтому мы, кстати, плавно делаем переход к диктатуре рабовладельческого государства. Нет, к диктатуре государства нету, диктатура есть класса. Класса рабовладельцев. Рабовладельцы диктатуру свою обеспечивают. Так, ну ладно, хорошо, с этим мы разобрались. Что еще вы по этому поводу хотите? Ничего не хотите сказать? Ну, наверное, кто-то еще хочет. Нет, ну вы закончили? Ну, отлично, спасибо. Да, что еще? То есть рабовладельческая диктатура, это была, извините, первая демократия, которая у нас вообще появилась. То есть в мире, это как раз была диктатура правящего меньшинства рабовладельцев. С чем я на всех поздравляю? Да, давайте еще одну секундочку. Вот еще такой вопрос. Как бы мы здесь опять поругали диктатуру рабовладельцев, но нам надо ее похвалить. В чем прогрессивность-то рабовладельческого строя по отношению к первобытно-общинному? Ну или так, к разлагающемуся первобытно-общинному? Давайте опять на базис бы вам смотреть экономический. Может быть, там производительность очень сильно выросла за счет чего-то. Но основное преимущество рабовладельческого строя, что, так сказать, количество народонаселения увеличивалось. И вот в этих столкновениях между племенами действительно очень, ну просто банально, очень много народу умирало. Потому что реально племя, одно если нападало на другое, ну это стирали земли. Ну там максимум женщин забрали и все. А от всех мужчин-то точно в расход. Прогрессивность с точки зрения общества какая, что их не убивали просто. Вот в этом прогрессивность, да. Общество развивается дальше. То есть, как бы, ну оно не убивает само себя, да, в этом смысле. Ну хотя бы вот в этом. Поэтому в этом смысле рабовладельческая демократия, она стоит исторически выше и более прогрессивно, чем разлагающийся первобытно-общинный строй. Вот это все. Так. Вы хотите выступить? Попробую, да. Давайте. У нас тут самая интересная тема сейчас пойдет. Самая интересная. Ну, все равно надо начинать с самого начала. С термина демократия как форма государства. Так. Родилось государство, аппарат насилия правящего класса. Сущность государства это диктатура правящего класса. Диктатура, власть не ограничена никакими законами. Форма государства зависит от того, какой класс господствует. То есть, у нас четыре формы демократии. Рабовладельческая, феодальная. Феодальной демократии не бывает. Не бывает ее. Ну, по крайней мере, история не дала нам таких примеров феодальных демократий. Я о таких не знаю. Может, там кто-то как-то пытался что-то... Разрешите. Ну, а вот Новгородская вещь тогда. Когда свободные граждане выбирали себе, собственно, князя, призывали... Ну, это же, так сказать, единичный акт. Ну, можно сказать, конечно, что это там, так сказать, но это единичный просто акт. И он не был никакими законами... Ну, он не был прописан ни в каких законах, как я понимаю. Это, так сказать, ну, вот так сложилось. Да, исключение исправил больше. То есть, я не хочу сказать, что этого не могло быть. Нам просто история не дала таких примеров. Может быть, такое может возникнуть феодальная демократия. Ну, не дала таких устойчивых примеров, история не дала. При моем рассуждении на вопрос я подразумевал формации государственного устройства. А что такое формации? Формы государственного устройства. Так. Которые существуют в исторической... Ну, вы сказали, при этом вы сказали... Сейчас идет первобытно-общинный коммунизм, далее рабовладение... И все-таки мы разобрались, что при первобытно-общинном коммунизме государства нету. Нету государства. Да. Государство на стыке. Появляется. Появляется. При рабовладении, чтобы удерживать... В подчинении рабов. В подчинении класс рабов. Да. Производящий класс. Значит, дальше у нас переход идет на буржуазную демократию. Буржуазная демократия. Заметьте, возвращаясь к феодальному государству. Да, вот там как бы... Оно на самом деле самое честное. Так-то если посмотреть. Авторитаризм нет? Нет, никого там авторитаризма нету. Вам честно говорят, что вот вы, если вы, так сказать, крестьянин, то вы работаете у феодала своего три дня в неделю. Все остальное время, пожалуйста, делайте, что хотите там на своей земле. Да, выращивайте. Выращивайте там. Главное, что придите, точнее, не на своей, а на моей земле, которую я вам там дал. Вас не убивают, вас не убивают. Нет, не то, что вас не убивают. Мы все честно. Вот смотрите, все как бы... Вы прямо видите эксплуатацию. Если я у вас три дня забираю на барщине, вы у меня работаете, из семи дней, то тут эксплуатация три к четырем. Я прямо об этом говорю. Если у вас три дня барщины, то эксплуатация три к четырем. Все честно. Все честно. Все честно. Естественно, я обеспечиваю то, что вы приходите три дня ко мне, чем, при помощи чего, если вы не придете, так сказать, добро пожаловать. У нас есть специальные органы, да. На улику можно... Да, и вас там, это, вам объяснят, что надо... Но не убьют, по крайней мере. Не убьют, да. Но феодала надо уважать. На крайний случай куда-нибудь на Сахалин осваивать залежи. Ну, тогда еще залежи не осваивали, но может быть, да. Так, значит, дальше у нас переход идет к буржуазной демократии. Буржуазная демократия делится на две формы. Это сама буржуазная демократия и фашизм. Известно, не делится, а известно две формы диктатуры буржуазии. Диктатура буржуазии, да. Диктатура буржуазии может проявляться в форме буржуазной демократии, либо форме фашизма. Так, дальше переходим... К самому интересному. Социалистическая демократия. Значит, так как у нас демократия – это государственная форма... Не, опять, вы пытаетесь раскрутить все это, всю цепочку с демократией вообще. И это не надо. Опять же, тут словосочетание социалистической демократии. Это надо рассматривать как диктатура пролетариата. Там нет отдельной диктатуры и отдельного пролетариата. Вот это устойчивое выражение. Так же и социалистическая демократия – это устойчивое выражение. Чем она характеризуется? Ну, во-первых, это что такое? Это что такое социалистическая демократия? Социалистическая демократия – это диктатура... Нет, не диктатура, это форма. Форма диктатуры. Диктатуры кого? Правящего класса, рабочего. Вот здесь диктатуры пролетариата. Пролетариата. В этом смысле, ну, тут как бы господствующий класс, ну, как бы есть класс рабочий, да, но его, как бы, говорит, что он там правящий, как будто бы есть тот класс, который он... Который подавляет. Который подавляет. Он только есть на переходном периоде. Да. А мы говорим уже... Различие между классами. Давайте будем говорить о ситуации, когда социализм построен, то есть мы уже приехали в социализм, у нас есть социалистическое государство в форме социалистической демократии, сущностью социалистического государства является диктатура пролетариата, и чем обеспечивается социалистическая демократия? Советую. Так, что это такое? Выборные... Выборные формы. Вот тут очень важно понимать, что такое советы и давать точно, знать точное определение. Советы появились в 95-м году. Появились, да, они появились. А что это такое? Так, это круг рабочих с одного предприятия. Ну, то есть это вот рабочие, собравшиеся в круг. В круг. Нет, если рабочие с одного предприятия не могут совет организовать. Это невозможно. То есть, значит, представитель от круга рабочих в... Отправлялся в совет. В совет. Так что такое совет? Выборный орган. Так, это уже хорошо, да. Выборный орган. А какой он? Управление. Это территориальный орган. Территориальный орган. Территориальный орган, избираемый по заводам и фабрикам. То есть, какие советы бывают? Они бывают городские. Город – это территория? Территория. Территория. Значит, это некий территориальный орган, который относится к территории какой-то. Или областной совет, к какой-то области относится. Но избирается этот орган по заводам и фабрикам. То есть, орган-то он территориальный, но вот избирается он по заводам и фабрикам. Как раз, как вы сказали, на каждом заводе избираются представители, которые направляются именно в данный конкретный совет села, города, области. Вот так это работает. Поэтому, еще раз, определение совета. Совет – это территориальный орган, избираемый по производственному принципу, по заводам, фабрикам. Территориальный орган, избираемый по производственному принципу. Принципу, да. То есть принцип избрания не территориальный, а парламент – это территориальный орган, избираемый по территориальному принципу. А советы – это территориальный орган, избираемый по производственному принципу. Вот что нравится. Но это именно территориальный орган. То есть каждый совет относится к какой-то территории, на которой расположены данные заводы и фабрики, в которые избирают представителей советов. От которых избираются представители Совета. Так, и вот это ключевое отличие вообще социалистической демократии. Это прям вот ключевое отличие. И вот давайте в нем покопаемся. Важно в нем покопаться и разобраться, почему это различие принципиально. Например, по отношению к парламентаризму, к буржуазной демократии. Ну, парламентаризм происходит от говорильни. Не, ну так-то по форме, в общем, в Советах тоже говорят. Там же не собирается, чтобы дом строить. Если мы избираем от заводов и фабрик, в чем плюс этого? Ну, из низов. Ну, давайте по территориям избирать, так сказать, из низов. Нет, пожалуйста, можно же. Ну, так не, мы можем избирать или, например, выбираем по территориальному принципу только люмпен пролетариат. И что у нас получится? Ничего хорошего у нас не получится. Учить-то надо, значит. Ну, учить-то надо. Как организовывается именно управление? Скажите. Ну, вообще выбираются самые талантливые, самые грамотные. И это не важно вообще в Советском... Утверждение такое. При принципе, в Советском принципе формирования, при формировании Советов, нужно вообще случайно избирать. Вообще случайно можно избирать людей. Не надо самого умного. Вообще случайно. Сначала Васю, а послезавтра мы пошли в Пехе. Что важно? Важно, чтобы дойдется информация, которую мы... Нет. Нет. Ну, тут... Отзыв, отзыв можно вообще. Отзыв вы можете осуществить. А почему вы можете осуществить отзыв? Почему? Ну, потому что у нас есть над ним власть. Никакой власти у вас над ним нет. В бригаде. Я этого Васи... Нет. 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 Потому что вы на производстве находитесь, вы собираетесь на производстве каждый день. Вы собираетесь. Вот на территории вы не собираетесь каждый день. А на производстве вы каждый день собираетесь. И как раз, если у вас там, скажем, три смены, то одна треть должна проголосовать просто от завода. То есть, одна смена должна проголосовать, и все. И решение принято об отзыве. И самое главное, решение об отзыве, чтобы можно было. Вы перед тем, как приступить к работе, собрали быстренько собрание, проголосовали, и все. Вот тут очень важно. Это очень важно понимать, потому что, ну, как и Михаил Васильевич много раз объяснял, что этот принцип, он не понимался даже вот учеными, там, до, не знаю, до середины 90-х годов, как я понимал, не понимался. Вот смотрите, когда вы ходите на работу, ну, вот я хожу на работу, да, у меня там какое-то количество подчиненных есть, какое-то количество людей, которые со мной работают. Я практически всех знаю, кто со мной рядом работает. Ну, так или иначе, я вот всех знаю, потому что там пересекались, здесь, там, работаем вместе, всех знаем. Поэтому я знаю, если мне скажут, что там вот это Вася, то я про Васю что-то знаю. Это первое. То есть, во-первых, мы друг друга знаем. Да, мы можем оценить качество друг друга хотя бы на рабочем месте. Это первое. А второе, мы все собираемся вместе и можем очень быстро проголосовать за отзыв. Не за избрание, избрание бог с ним. Даже вот если мы не там самого лучшего, а там Васю, который у нас отстающий в коллективе, если мы даже прошли. Главное, чтобы у нас была возможность его отозвать в любой момент. Причем отозвать и с совета, и даже со съезда. Главное, чтобы у нас было тогда единое мнение о том, что надо Васю отзывать. Пожалуйста, вы когда собираетесь, у вас есть сам принцип, вы можете собраться. На территории вы собраться не можете. Это невозможно. То есть, даже если мы будем пропагандировать, все собираемся у дома, там, такого-то, каждый день обсуждаем, встречаемся. Это мертвый номер. Это вот, как бы, если кто-то участвовал в работах ТСЖ и знает, как это... Это мертвый номер. Невозможно людей собрать. Не потому, что люди плохие. Ну, кстати, вы говорили о 38%. Вот 38% жителей СНТ приходят на совет или какого-то. Это какого-то конкретного СНТ? Ну, в принципе, они каждый собираются. Каждый СНТ, там, дальше куст они бывают. Ну, вот, и еле-еле, вот я все это видел с этими СНТ, еле-еле собирают. Там не смог, этот не проснулся, этот не приехал и так далее. Это вот начинается. А на производстве вы каждый день собираетесь. Вы каждый день можете организовывать это собрание. Каждый божий день. Собрались, кто-то выступил, предложение поступило. А если предложение дурацкое, так оно и не рассматривается. Объяснили, проголосовали и все, привет. Товарищ там слетел не только из советов, а если его там выбрали куда-нибудь. Точно так же улетает оттуда и все. Ну, наверное. Человек должен будет, который представляет нашу бригаду, должен будет донести до совета. Естественно, не до совета, а до вас он должен нанести, до вас. То, что там уже узнает. Мы же его послали сделать как депутата. Нет, мы говорим про отзыв его. Что вы его можете отозвать? Отозвать по телефону. Не по телефону, а протокольчик. Сделали, написали протокольчик, что участвовали такие-то, столько-то человек. Решение такое-то. Все, что Петрова меняем на Васечкина. Сегодня там был Петров, а сегодня мы туда посылаем Васечкина в совет. И все, и теперь Васечкина нас представляет. И передали в... Кирилл Валерьевич говорил, что сейчас тоже можно собрать миллион подписей и отозвать любого депутата. Кирилл Валерьевич, это я? Я такого не говорил. Говорил. Я говорил, что можно миллион подписей собрать? Вы это говорили не... 22-й год, по-моему. Вы это говорили как пример. Пожалуйста, идите соберите. А, нет, собрать... Нет, нет, нет. Сейчас у вас есть такая возможность. Да, естественно, что у вас закон позволяет отзывать депутатов. Пожалуйста, пойдите, соберите миллион подписей и отзовите. Нет, это, конечно, у вас... Вы можете этим заняться. Но у вас это... В бригаде это удобнее, согласен. Ну вот. Все. И это ключевое отличие. Ключевое отличие то, что избирается от коллективов, которые собираются каждый день. Так, хорошо, спасибо. Да, перерыв. Продолжаем наш семинар, уважаемые товарищи. И давайте поговорим о работах, которые пришли в системе дистанционного обучения. Собственно говоря, большую часть того материала, на который нужно было дать ответы, мы уже разобрали. Нам осталось так или иначе разобрать вопрос о социалистическом государстве, как полугосударстве. Ну, мы его давайте разберем в том смысле, что я буду рассматривать замечания на те работы, которые пришли в систему дистанционного обучения. И как раз вот эти вопросы про социалистическое государство мы тоже пытаемся разобрать по ходу дела. Итак, Алексей Викторович Адамов, Ростовская область, товарищ, отвечает на вопрос о социалистическом государстве, как полугосударстве. И сообщает нам, что социалистическое государство выстраивается в обществе, где нет классов, кроме правящего. Аппарат подавления направлен против родимых пятен капитализма. Ну, и здесь неточности только такие, стилистические, я бы сказал. Во-первых, социалистическое государство выстраивается в обществе, где нет классов, точка. Что значит, кроме правящего? То есть, все-таки классы есть или классов нет? И вообще понятие класса, оно двойственное, оно противоречивое. Если есть один, нету понятия класса, есть понятие классы. То есть, если есть один класс, значит, есть какой-то другой класс. Поэтому нету, можно сказать, что нету там эксплуататорского класса. И нет классов вообще. В социалистическом государстве это бесклассовое общество, где еще не полностью преодолено деление на классы. Но так в целом социалистическое общество, оно бесклассовое. Аппарат подавления направлен против родимых пятен капитализма. Опять, здесь придирка чисто стилистическая. Что значит против родимых пятен капитализма? Вот эти родимые пятна капитализма, они где? Они как бы вне? Они внутри социалистического общества. То есть, они ему имманентно присущи. То есть, на самом деле, если мы направляем против... Но это как, представляете, что вам нужно, я не знаю, у вас какая-то есть рана на руке, а вы берете себя и против себя, ножом начинаете себя резать. Это вот такое ощущение, что это вот против, как можно делать что-то против себя. Надо то, что в себе те отрицательные моменты, негативные моменты преодолевать. Поэтому, можно сказать, аппарат подавления направлен для преодоления родимых пятен капитализма. Преодолеть эти родимые пятна нужно, а не против прямо них бороться. Так, советы как органы расширения участия трудящихся в управлении государством дикультуры пролетариата и отмирания социалистической демократии, как высшие последние формы демократии. Значит, здесь товарищ нам пишет. Советы базируются на производственных коллективах, откуда трудящиеся выдвигают своих депутатов. Это неправильное определение советов. Определение советов мы только что разобраем. Советы – это территориальные органы, избираемые по коллективам. И это важно, что это территориальные органы. Мы говорили, что одно предприятие не может организовать совет. Оно выдвигает, делегирует или направляет в совет своих представителей. И в этом смысле направляет именно в территориальный совет. Города, села, областной совет какой-то. Такое выдвижение значительно более осознанно и обоснованно, пишет нам товарищ. А почему это более осознанно и обоснованно? Опять же, мы говорим, что оно может быть и более осознанно. Как мы сказали, что мы тут больше знаем свой коллектив. Но опять же, то самое ключевое и самое важное – это возможность отзыва. Еще раз, выбирать в советы можно вообще случайным образом. Главное, чтобы у нас была возможность в любой момент этого представителя нашего отозвать из этого совета. Коллектив хорошо знает кандидата, вот нам товарищ сообщает, и это правильно, да. Чего нет при других вариантах демократии. Кроме того, коллектив может отозвать депутата и выдвинуть другого. И вот тут я, да, это хорошо, что вы отметили, это самое важное. Так, поскольку в первой фазе коммунизма меньшинство исчезает, то и диктатура исчезает вместе с демократией. Значит, еще раз, демократия – диктатура большинства над меньшинством, пишет нам товарищ. Поскольку в первой фазе коммунизма меньшинство исчезает, то и диктатура исчезает вместе с демократией. Не так, она не исчезает вместе с демократией. И что значит меньшинство исчезает, куда оно исчезает? И какие условия отмирания государства социалистического и засыпания этой демократии выйдут, совершенно этот вопрос не раскрыли. Так, идем дальше. Александра Олеговна Бегунова. Я вам брать. Да. Это я. А, это вы? Да. Да, это вы. Так, ну мы тут, да, разобрали. Вот демократия, да, вот это вот у меня подчеркнуто, что вы демократию рассматриваете как демократию вообще. А вот дальше второй абзац мне очень понравился, что вы подчеркиваете, что демократия – это явление историческое, изменяющееся по мере развития общества, смены социально-экономических форматей, аффирмаций. Поэтому бывает демократия рабовладельческая, буржуазная, социалистическая. И все. И вот надо дальше говорить о конкретных вот этих демократиях. Так, буржуазная, так, высшей формой демократии является социалистическая. Она возникает как революционное отрицание буржуазной. Так, социалистическая демократия возникает как революционное отрицание буржуазной. Ну да, наверное, так можно сказать. Не знаю, почему я подчеркнул. Что-то мне тут хотелось прокомментировать. Сейчас не знаю, что. Сергей Александрович Блуднин. Товарищ пишет нам. Демократия есть форма государства. Одна из его разновидностей. Тот вариант общественного правления, когда к государственному правлению в той или иной степени привлекаются представители противоположного класса. Нет, это не... Что значит в той или иной степени? Какого противоположного класса привлекаются к управлению в случае с рабовладельческой демократией? Что, рабы в той или иной степени привлекаются к управлению государственному правлению? Это неверно. Второй вопрос, демократия в буквальном переводе есть власть народа Ну да, если мы говорим, так сказать, о том, что это слово непосредственно означает, это да Но мы же изучаем категории, их определения, а не изучаем слова как таковые В рабовладельческом государстве народом считались рабовладельцы некоторое количество свободных граждан Диктатура – власть одного класса, рабовладельческая демократия – это диктатура рабовладельцев Так, ну ладно, здесь все правильно, за исключением этого комментария, который я дал Михаил Александрович Барматин, или Бармотин, извините, я не знаю Социалистическая демократия как диктатура пролетариата, товарищ нам пишет Социалистическая демократия – форма государственной власти, сущностью которой является диктатура пролетариата Но все-таки не сущностью социалистической демократии является диктатура пролетариата А есть государство, и у него есть форма и сущность Государство есть в форме, форма государства является социалистическая демократия сущностью является диктатура пролетариата. Иван Александрович Гапонов. Демократия как форма государства. Демократия – одна из форм управления государства. Органы государственной власти являются выборными и выражают волю класса, который их избрал. Но это просто неправильно. Что значит выражают волю класса, который их избрал? У нас сейчас на выборы ходят представители различных классов. И что получается, что буржуазная демократия выражает волю тех, кто избрал этих граждан в парламент? Это неправильно. Но мы этот вопрос уже разбирали. Дарья Александровна Гапонова. Диктатура буржуазии является насильственным подавлением сопротивления большинства населения. Диктатура буржуазии является насильственным подавлением сопротивления большинства населения, трудящихся. Вот мне здесь слово «сопротивление» совсем не нравится. А если трудящиеся не сопротивляются? Это что, в этом случае в отношении них диктатура буржуазии не действует, что ли? Это очень странно как-то. Не важно, сопротивляется эксплуатируемый класс, не сопротивляется. Диктатура господствующего класса все равно направлена на подавление класса эксплуатируемого, вне зависимости от сопротивления второго класса. Так, буржуазная демократия опирается при своем формировании на денежный ресурс капиталистов, а также на частную собственность. Тут непонятно, масло масляное получается. Денежный ресурс капиталистов откуда берется? Он берется из частной собственности на средства производства. Деньги капиталистов – это прибавочная стоимость, которую они присвоили себе. Поэтому как-то денежный ресурс капиталистов напрямую связан с частной собственностью на средства производства. Так, все остальное правильно. Идем дальше. Егор Анатольевич Гержин. Государственный инструмент диктатуры господствующего класса. Вот так можно сказать, да. Но все-таки это инструмент подавления, аппарат насилия. Вот почему нельзя использовать марксовское определение государства? И Энгельс его использовали. Это аппарат насилия, не подавления, а насилие вообще производит государство. Одной из его форм является демократия. Это не всегда так. Мы выяснили, что, например, для феодального государства не является демократией одной из его форм. То есть надо говорить о конкретном государстве какому. Так, и только установление власти рабочего класса делает по-настоящему возможным осуществление диктатуры в интересах большинства. А значит, для решения задач прогрессивного развития всего общества. И тут опять неправильно. Задачи прогрессивного развития всего общества решаются на каждом этапе развития общества. Мы с вами только что разобрали, что рабовладение, оно прогрессивно по отношению к первобытно-общинному коммунизму. феодализм также прогрессивен. Это мы не разобрали, правда, по отношению к рабовладению. Поэтому задачи прогрессивного развития всего общества, они решаются и в эксплуататорских формациях в том числе. Но единственное, что они по мере развития этих формаций, по мере развития, скажем, буржуазных капитализма как такового, он эти задачи решает все меньше и меньше. А потом вообще загнимать начинает. Но в самом начале он эти задачи прогрессивного развития всего общества, конечно, решает. Поэтому это нельзя относить только к социалистическому обществу. Так. Следующий вопрос. Социалистическое государство есть орудие построения коммунизма, подавляющее действия, идущие в разрез с задачами коммунистического строительства. А что за задачи коммунистического строительства такие? То есть, вот тут что-то как-то коммунистическое строительство, это какое-то очень вялое такое, вялое определение. Непонятно, что такое коммунистическое строительство. При социализме, когда эксплуататорских классов уже нет, и некого подавлять в смысле подавления целого класса, социалистическое государство, это уже полугосударство. При социализме, когда эксплуататорских классов нет. Никаких классов нет. Ни эксплуататорских, ни эксплуатируемых. Поскольку не вполне попадает подавление государства. Да, это так. Как раз и поэтому социалистическое государство называется полугосударственным, поскольку рабочий класс стал господствующим, и в тот момент классы, они как бы пропали. И формально их нет. Когда мы говорим рабочий класс при социализме, то есть при коммунизме в первой фазе, мы имеем в виду уже не класс в политико-экономическом смысле, а вот этих самых людей, которые производят, непосредственно производят общественный продукт, то есть занимаются непосредственно производством. Вот в этом смысле мы там апеллируем к слову класс, а не в политико-экономическом смысле до этого, который мы использовали. Так, идем дальше. Ну, а соответственно, да, соответственно, государство, оно является аппаратом насилия над, в обычном смысле, да, в случае не социалистических государств. Оно является аппаратом насилия над, и подавления над эксплуатированным классом. Здесь эксплуатированного класса нет, и этот аппарат используется, вот этот вот аппарат насилия, он используется для преодоления родимых пятен в социалистическом обществе, родимых пятен от того общества, из которого социализм вышел. То есть, капиталистических, родимых пятен капитализма. Так, Илья Александрович Дубовицкий. Подождите, извините, Кирилл Борисович, там тут получается противоречие. Если мы говорим, что этот аппарат и есть, то есть, государство, оно есть только тогда, когда есть противоречие между классами. Мы говорим, что это полугосударство, в том-то все и дело. Мы поэтому и говорим, что социалистическое государство не государство в полном смысле. Там вопрос как и стоял, социалистическое государство как полугосударство. Это аппарат, государственное полугосударство. Да, в этом смысле это полугосударство, потому что нет антагонистических классов, этот аппарат используется не для того, чтобы подавлять эксплуатируемый класс, а для других целей он используется. И в этом смысле это полугосударство. Когда мы говорим о полугосударстве, мы как раз имеем это в виду, что нету эксплуатируемого класса, а этот аппарат насилия используется для преодоления вот этих родимых пятен. Так, Илья Александрович Дубовицкий. Социалистическая демократия является в том числе и диктатурой пролетариата. Что значит социалистическая демократия является в том числе и диктатурой пролетариата? Демократия социалистическая – это форма государства, а диктатура пролетариата – это его сущность. Потому что, проводя в жизнь широкую демократию для трудящихся, используют силу, когда это необходимо, для подавления сопротивления эксплуататорских классов и пресечения деятельности враждебных элементов. Действительно, социалистическое государство использует силу для подавления сопротивления эксплуататорских классов, но в строго определенный период. Этот период называется переходным периодом от капитализма к социализму. Тогда, когда еще эти эксплуататорские классы есть, налицо. А когда построен социализм, в этом случае эксплуататорские классы уничтожены как классы. Их нет. Социалистическое государство как общество, не имеющее классов с противоположными экономическими интересами. Вот здесь социалистическое государство как общество, не имеющее классов с противоположными экономическими интересами и постоянно находящееся в борьбе друг с другом, не будет нуждаться в силе, ставящей себя над обществом и умиротворяющим это общество. То есть, не будет необходимости в репрессивном параде в руках правящего класса. Во-первых, классов с противоположными экономическими интересами нет. Но вообще слои с различными экономическими интересами при социализме есть. То есть, есть, например, бюрократический аппарат, у которого вполне могут оказаться у некоторых его представителей свои экономические интересы. Другое дело, что этот бюрократический аппарат, как нам тут рассказывают некоторые теоретики марксизма, он не становится классом от этого. А действительно у этого слоя людей или у конкретных людей могут быть противоположные экономические интересы, которые противоположны интересам, например, трудящихся, рабочего класса. Так, идем дальше. Да, но не будет необходимости в репрессивном аппарате в руках правящего класса. Необходимость в репрессивном аппарате нужна. Потому что этот репрессивный аппарат подавляет все попытки вернуться в старое общество. И подавляет все попытки выступления против преодоления этих самых родимых пятен. Так, идем дальше. Нина Андреевна Дудниченкова. Ну, тоже вот у Нины Андреевны здесь в вопросе демократия как форма государства она говорит, что выбирает правящий класс. Но не выбирает правящий класс. Выбирает, так сказать, тот, кому дают выбирать. Иногда это... Ну, и вообще правящий класс нигде не выбирает, на самом деле. Как мы убедились, в рабовладельческой демократии выбирает правящий класс и свободные вот эти, так называемые, граждане. Это не только правящий класс. Буржуазной демократии выбирают вообще все. Ходи, так сказать, кидай бумажку в урну. И думает, что от этого что-то изменится. А в социалистической демократии, ну, как бы, да, на заводах и фабриках. Но вообще говоря, на заводах и фабриках могут выбирать и избирать, и участвовать в этих выборах не только рабочие. Могут участвовать, там, не знаю, интеллигенты какие-то, которые на этих работах находятся, работают и так далее. То есть, в принципе, здесь не только правящий класс участвует в выборах, так что это неправильно. Социалистическое государство в ходе социалистического строительства подавило все эксплуататорские классы. Оно не подавило их, оно их уничтожило. Что значит подавило? Как-то слабо. То есть, они где-то там находятся, там, под полом. Оно их подавило. Нет, оно их прямо уничтожило. Осталось деление классов между рабочими и колхозным крестьянством. Тут я вообще не понимаю, как это, что за деление классов между рабочими и колхозным крестьянством. Итак, при социализме классы уничтожены, но не полностью. Остались классовые различия. В том числе, по всей видимости, те различия, на которые вы указываете, это различия между городом и деревней. Потому что рабочие на фабриках и колхозное крестьянство, в целом, если, как бы, действительно, колхозные крестьяне, это те же самые рабочие на селе. Единственное, что у них иногда может появляться избыточный продукт, который они там случайным образом выносят на рынок. На так называемый рынок. Вот. И тут основное противоречие, которое возникает, и не противоречие, а различие, которое возникает, это различие между городом и деревней. А не между рабочими и колхозным крестьянством. Вы прямо бы сказали, что это классы различные. Нет, это не различные классы. Так. Идем дальше. Даниил Залиддинов. Демократия – это власть меньшинства, власть правящего класса, которая обеспечивает абсолютное господство над большинством населения, над народом. Но вообще, вот это вот словечко «народ», да, там собрался у ворот этот, как его, народ. Вот. Это словечко, оно вульгарное. В этом смысле, ну, скажем, Ленин под «нароном» понимал рабочих и христиан. То есть, трудящиеся слои населения. Но вообще, вот, как я понимаю, у Макса Энгельса нет такой вот категории, которую они используют как народ. Поэтому «народ» – это такое вульгарное слово, под которым, если вы четко понимаете, что вы под ним понимаете трудящиеся слои населения, то, ну да, можно говорить про народ. А так, в целом, народ – это какая-то такая аморфная масса. Социалистическая демократия как диктатура пролетариата. Так, первая ступень выборов – избрание представителей в городские и областные советы. Вторая ступень выборов – избрание представителей в Верховный Совет. Ну, вот, на самом деле, никакого Верховного Совета быть не должно, должен быть съезд советов. Вот, советы выдвигают своих делегатов на съезд советов. Можно говорить, ну, это не Верховный Совет, это съезд. Это такой орган, который периодически собирается для того, чтобы решать уже, там, задачи в масштабах всего государства. Так, идем дальше. Гулевич Андрей Викторович. Социалистическое государство, как было по полугосударства. Товарищ пишет, что по мере прогресса в деле борьбы с остатками классовых различий, доставшимися в наследство социализму, государство все более засыпает. Но оно засыпает, на самом деле, не только по мере прогресса в деле борьбы с остатками классовых различий. Оно... Так, сейчас сбился о смысле. В наследство государство все более засыпает. Ладно, наверное, так можно сказать. Не знаю, что мне здесь подвидилось. Илья Львович Иовлев. Демократия как форма государства. Вот тут товарищ нам сразу же говорит, что он немножко про демократию поговорил, как таковой. Про то, откуда это слово произошло. А дальше нам прямо говорит, различают рыбовладельческую, баржуазную и социалистическую демократии. Вот товарищ сразу же определился, о каких демократиях он будет говорить. Рабовладельческая демократия как диктатура рабовладельцев. Рабовладельцы, стремящиеся удержать власть, и часть граждан, не имеющих рабов, составляли тот самый народ, который осуществляли власть, свою диктатуру. Вот здесь опять товарищ прилепил к вот этих свободных граждан, к рабовладельцам, и у него класс размылся от этого. И как будто бы эти все граждане совокупно обеспечивали свою диктатуру. Да нет, диктатура-то она класса. Она класса рабовладельцев. Так, Дмитрий Анатольевич Каленов. Демократия как форма государства. Вопросов два. Кому дозволено участвовать в управлении и кто формулирует вопросы и задачи управления? Откуда вы эти вопросы взяли? Кто их ставит? Это вы ставите такие вопросы или что? Так, дальше ответ. Советы как… Про советы ответ, в общем. Советы – это форма демократии большинства общества, причем которое является непосредственно производителем материальных благ. Мы определили, что такое советы. Я надеюсь, что все запомнили, что советы – это территориальные органы, избираемые по фабрикам и заводам, то есть, избираемые по производственному принципу. Так. Повышение свободного времени ведет к развитию и стиранию границ. Развитию чего? И не повышение свободного времени, а увеличение свободного времени. Какие границы? Стирание границами между чем и чем. Что приводит к уничтожению классов и государств. Нет. Классы уничтожены при социализме. И речь идет об уничтожении остатков классовых различий. Это принципиально, потому что все-таки нельзя говорить, что социализм, социалистическое общество – это общество классовое. Это бесклассовое общество, в котором еще не полностью преодолены классовые, все классовые различия. Так. Руслан Маликович Кашфулин. Демократия – это форма правления, при которой власть принадлежит народу или представителям народа. Ну какое просто благолепие? Просто благолепие. Это демократия. Достаточно посмотреть на улицу. Просто власть принадлежит народу и представителям народа. Отлично. Выбранных на выборах. Все, кого мы выбираем на выборах, оказывается, это представители народа. Осталось понять, что такое народ. Если под народом товарищ понимает буржуазию, то да. Это верное утверждение. Демократия – это диктатура правящего класса. Демократия – это не диктатура правящего класса. Вы путаете форму и сущность. Опять же, мы говорили, что есть государство, у него есть сущность, у него есть форма. Диктатура господствующего класса – это сущность государства. Демократия, конкретная демократия, буржуазная или какая-то еще, это форма конкретного государства. Климов Александр тоже рассуждает про буржуазную демократию и пишет, однако представителями стали те, у кого есть достаточные деньги, чтобы участвовать в выборах, то есть буржуазия. Да, здесь товарищи правильно описывают, и мы этот вопрос разбирали. На самом деле мы проговаривали, что не обязательно в буржуазии участвуют в выборах. Либо представители буржуазии, подумаешь там, кого они эти… Посмотрите, там эти… Сейчас приходишь в эти школы, где выборы проходят, и там висят эти картинки. И под ними там они побираются, что у них там одна квартирка, там ничего нету, что они прям, ну, это, бессеребренники. И, кстати, они могут быть бессеребренниками при этом. От этого все равно ничего не меняется. Они будут представлять интересы буржуазии. Их туда какой-то… Какие-то… Либо какой-то буржуа отдельный, либо какая-то группа буржуазии туда их направила. Вот они там и представляют эти интересы. И более того, даже если, так сказать, пламенный рабочий пойдет в эти органы, то у него… Он также будет выражать интересы буржуазии там. Так, Дмитрий Михайлович Кононов. Демократия – дословно власть народа, по существу власть меньшинства, то есть эксплуататорского класса, чьи интересы обеспечивает государство под лживые лозунги о равенстве. Почему лозунг о равенстве, он лживый, я вот не очень понимаю. Мы, у нас буржуазная демократия, и у нас все равны перед законом. Вот я настаиваю, что этот лозунг не лживый. То есть, да, опять же, так сказать, мы уже об этом говорили, но даже если бы он был не лживый, вот все равны перед законом. Что это изменило бы как-то буржуазную демократию? Никак не изменило. Поэтому вот вы пытаетесь какие-то такие субъективные оценки придать, в общем-то, научным категориям. Этого делать не надо. Никаких тут лживых лозунгов нет. Свобода, равенство и братство. Это вот лозунги этой буржуазной французской революции, которая установила буржуазную демократию. Идем дальше. Лобачев Василий Иванович. Под полугосударством надо понимать отмирание государственной власти, так как социалистическое государство стремится к бесклассовому обществу. Социалистическое государство и есть бесклассовое общество. А почему оно полугосударство, мы это уже обсудили. Советы как органы управления позволяют трудящимся управлять государством напрямую, потому и расширяется возможность достичь демократическим путем отмирания государства, потому социалистическая демократия является высшей формой демократии. Вот товарищ с советами вообще никак не разобрался, как мы видим. И это очень важно. В общем, понимание категории советов и чем они принципиально отличаются от буржуазного парламента, это очень важный вопрос. Дзерж Викторович Мухин. Демократия – буржуазная система управления государством. Ну, буржуазная демократия – это форма, да, ну, можно говорить, система управления государством, но именно буржуазная демократия. Во всяком капиталистическом обществе решающее значение могут иметь либо буржуазия, либо пролетариат. Это в каком смысле? Либо буржуазия, либо пролетариат имеют решающее значение. Решающее значение для чего? Непонятно, что вы имеете в виду. Так, Римма Эдуардовна Поротова. Диктатура пролетариата временно, ее задача – свести на нет классовое общество, а значит и государство. Нет такой задачи – свести на нет классовое общество. Потому что социалистическое государство, государство, в котором построен социализм, и является бесклассовым обществом. Можно говорить, что свести на нет классовое различие – это уже ближе, так сказать, к тому, что здесь нужно говорить. Так, в целом, это все работы, которые я проверил. Давайте перейдем к вопросам. Есть ли какие-то вопросы, которые мы хотим обсудить еще? Да. Сейчас такой вопрос возник. Мы в ходе нашего семинара обсуждали, что необходимо разделять государство сущность и форму. Все то же самое сущностью является диктатура господствующего класса. Но, опять же, господствующего класса в понимании его в том, что именно это уже не класс. Но никак не в политико-экономическом смысле. Да, не в политико-экономическом смысле. Форма тоже, тоже самая форма – это вот советы. Советы – это форма социалистического государства. И, вообще говоря, вот это ему и монетна присущая форма. Потому что от формы советской власти мы так или иначе отошли в 1936 году. И это вот понятно, к чему нас привело. В том числе. В том числе. Это не единственное, но это в том числе привело… Ну, форма, она с сущностью связана, как мы знаем, из диалектики. Ну, и фактически была такая полупарламентная форма после 1936 года. Диктатура пролетариата обеспечивалась еще тем, что в руководстве и партии, и государства стояли люди, которые выражали интересы рабочего класса. А когда они там пропали, все закончилось. И произошла контрреволюция. Погодите тогда вопрос. Мы говорим, что в 1936 году было построено социалистическое государство. То есть, узнавается, что класса проразии как таковой не было. Да. Так как тут же тогда она появилась? Она в 1936 году не появилась. Мы говорим, что в 1936 году она исчезла. Да. А контр-то… Ну, хорошо. Класс… У вас вопрос в том, что класс не может появиться? Да. Эти так называемые эти «непманы» новоявленные, «форца» всякая – это ведь, ну, это вот прямо нарождающийся класс буржуазии. Я имею в виду, смотрите, в 1936 году класса нет. Нет. Потом у нас остается, соответственно, только класс пролетариев. Да. То есть, не в том смысле. У нас социалистическое государство с отпечатками, с родимыми пятнами капитализма. И вот эти родимые пятна капитализма – это не то, что вот у нас путь в одну сторону, борьба только с этими родимыми пятнами. Эти родимые пятна капитализма и их разрастание и там в экономике, и в управлении. Ну, вот если, ну, давайте мы вернемся к вопросам о, значит, противоречиях социализма, да, как первой фазы, фазы коммунизма. Там вот, если вы почитаете монографию Михаила Васильевича, то он выделяет там пять противоречий. Причем противоречия, которые движутся от наиболее абстрактного противоречия, самого первого противоречия. Это противоречия между коммунистической природой социалистического государства и родимыми пятнами капитализма, которые ему и монетно присутствуют. Это самое общее противоречие. И оно дальше развивается, там, в такие противоречия, как противоречия, скажем, между бесклассовой природой социалистического государства и еще не полным преодолением разделения на классы. Дальше противоречия между непосредственно общественным производством при социализме и товарностью, как отрицательного момента в экономике, то есть экономическая часть рассматривается. Дальше противоречия между плановой природой социалистического хозяйствования и элементами стихийности, опять же, которые достались от еще капиталистического способа производства. И противоречия, которые связаны с управленческим аппаратом, с классом, с бюрократией и так далее. Вот эти родимые пятна, вот они вот предстают перед нами в виде этих противоречий. И каждая из этих противоречий, она все равно имеет две стороны. Ну, скажем, вот планомерность в производстве. Ее можно развивать, а можно уходить от планомерности, что, в общем-то, было вполне сделано, начиная с реформ Либермана, так называемых реформ Косыгина-Либермана, и, в принципе, уничтожением машино-тракторной станции и так далее. Это движение вот в сторону не преодоления вот этих родимых пятен, а, наоборот, их разрастания. Но эти разрастания, этих родимых пятен, может вполне привести к тому, что мы вернемся обратно в переходный период и дальше в капитализм. Что, собственно говоря, и произошло. Мы это видим прямо. То есть, это вот, как бы, вся история, она об этом и говорит. Так, ну, хорошо, дорогие товарищи, если вопросов нет, давайте на сегодня закончим. Всем спасибо. 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 Спасибо.